Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии Vendless Legend, в которой я играю за хранителей против шестерых соперников. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, всегда лучше смотреть полностью. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому ролику. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Сейчас он меня осаждать будет. Не, ну тут я уже на него нападу, я так думаю. Да, ну вообще неподготовлено. О, я еще не могу принять. Вообще никакой план империи не могу принять. Грошно. Грей, я предлагаю мир и пойти с этим, с красным воевать. Не знаю даже. Да что на меня наполняет. Ну, не получилось, что же сделать. Давайте я попробую, когда мне не понравится. Да пойдем. Давайте по воеваю, а потом красный вас захватит. Ура! Они что, развязали между собой войну? Да, не они. Тут есть конкретный виновник. Тут просто Халецкий хотел бы Глицкрик провести. Глазно вообще получилось это расположение нации. Трое у нас, трое посередине, один пультист, сбоку где-то в углу. Тут именно сбоку, я даже... Я могу прийти с синего, но блин, я его покажу, выходу в пять, наверное. Тут я даже не вижу, где там красный, допустим, или зеленый. Сходи на право, не плавать умеешь. Нет. Прочти, ходи на право. Тело, защита от... Стреляющих, вот это... Повнала и на халяву, да, облетал всю территорию. Да, территорию силка так и не нашел. Надо встретиться, что ли, с моим синим другом. То есть, синий друг, по диагонали, справа... Да, он вообще, вверх или а. В метре от меня, это... Грейт. 3-13, я вижу, где территория красная, но она помнит реально за километра от синего. Мне тупого ими подсветили территорию. Надо нападать на армию, иначе я просто... За полу в сторону красного все-таки лучше, чем идти пехом. А что интересно сейчас зима? Там нужно по континенту пройти. Есть небольшой кусочек земли. Вопрос мне еще направо надо поразведывать, что ли. Отлично. Отлично. Ну, давай посмотрим. Давай, давай. Что за химик? Так ли это и есть? Интересно. Может, из-за того, что все юни, так как бы... Ну, по очереди будут выходить, в том числе. А, я нашел слуг. Чё, больно. Да, прикольно. С одного выстрела умирают. А ты мне вообще никакого урона не наносишь? А у тебя какие эти оружия? Титановые, да, второго уровня. Титан второго уровня. Интересно, почему у меня то же самое? А ты себе защиту от стрельбы поставил на юниты? Нет. Ну, а я поставил. Слишком сложно для меня. Там, чем луками меряется, да? Да. Нет, ну тут избиение какое-то просто. Да. Ну, те же показала игра вначале. Как это? Нет, ну я... Нет, ну это... Не воевать уже. Так, где мы вообще герой? Вот он, давайте по кварцу фигачить. Кто-то герой забрал. Слушай, как ты сейчас все свои армии сольешь? В радостном порыве. Они сейчас будут по два юнита приходить? Ну так и будет. Я поэтому и сказал, что типа в самом начале кампы размечались. Если бы тут все это стояло... Так ты же можешь не добавлять юниты, ну, а как бой? Ну, когда начинается бой, ты можешь там эти галочки, что типа... Да, ну, в тот момент да. Сейчас-то уже нет. Это был... Это был давно. Вперед, мои славные воины. Не, ну, они казан-джи убивают. Ну, я по ним и стреляю. Бой, мои славные. Мое славное мясо. Почему я к своим воинам так не отношусь? Еще раз приходят с более высоким... С более высокой инициативой, чем те, на которых я нападал. Да, и два юнита осталось. Нормально. Великая победа. Бежим отсюда. А ты пришел 14, да, юнитов, было? Ну, я еще не предлагаю мир. Все-таки это как-то... Не, ну, тут особо выбор есть. Нет, ну, 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 я так не хотел. Да, я уже уходил. Ты вообще... Ой, 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 ой. Ребята, вы воюете? этот красный общая в сентябре да и делят я не был той территории ты только что этот город поставил не выдумал процент ничего не знают на территории амир ты можешь сразу предложить чтобы торговали на москве автомат поставил перемене он перед предложил я ссоу таро армию нет на а нельзя те 10 ходов видимо что у нас могли бы уже как 5 ходов торговать в итоге столько смертей и ради чем неинтересный бак у меня герой долг на ровную красно нападать а не стало слишком поздно день никакой очевидно что слишком поздно уже стало по моему да я уже даже не смотрю кто квест выполняет давно трансперсалу где этот силк ты рассказываешь я вообще реально не знаю все это мой стартовый регион вот в чем фишка что ты сразу не сказал я его еще по всей карте а я тоже он какой то стрёмный я его по всей карте искал а прям под носом у себя не смотрел а это мой стартовый регион я просто ушел в другой как обычно как у меня герой может сдохнуть в армии которая целая была бред какой то да что мои летчики по всей карте гуляют слушайте а как этот ресурс который разграблен был как его восстановить или он сам восстанавливается через некоторое он сам восстанавливается со временем тогда окей тогда мы построим экстрактор на шелк на шелках так прекращаем грей мы с тобой торгуем для чего все это деньги какие то еще это вообще такой минус жесткий я тебе предложил тут и так производство где-то могу сколько мне ходов еще 4 хода до активации винограде когда конечно проблемы график войск мой и лёш выглядит сейчас очень забыл это было когда страх нормально тебя по очкам просадил ну слушай во первых у хранителей просто эти юниты сильные да то есть если и стреляющих юнитов по моему как раз самая большая атака у твоих юнитов то при этом самая большая оборона у моих и по моему оборона в данном случае повыше было плюс я еще напал получается на твой стек в который без героя был на твои юниты не получали бонусы от героев а мои получали а это то я даже не нашли так работать буду знать но если нету героя в битве то как они будут не но он появился потом потом в экран появился они стали получать ну я уже на вход даже если бы появился не стали получать короче он дает только юнитам которые принадлежат к его армии то есть если у тебя подкрепление приходит из другой армии на них бонусы не распространяются в итоге все равно убили нейтралу лишь когда добился цели моя цель была его себе забрать а не уничтожать пришло какая-то арава минотавров и все а если приходит подкрепление юниты у которых есть свой герой то они получают бонус своего героя да хорошо как это предлагай мир я шаговали не могу по моему не могу там должно сколько ходов пройти холодной войне я предложил тебе торгово слушаю канализацию надо построить даже с виноградом у меня не будет много счастье это видео выходит при поддержке глобальной космической стратегии консул вор точка ру и там появилось дополнение с новым балансом с нуля в игре за пять минут выход в космос за полчаса развития до фрегата через полтора часа уже можно кромсать ящериц заходите на консул вор точка ру и не забудьте после регистрации ввести кодовое словосочетание лёша рептилоид деньги пока есть ну это потому что я у меня армия куча погибло поэтому содержание в общем-то ушло надо идти с этой деревней разбираться они уже достали вообще какие-то квесты мне давали тут квест фракции построите два новых экстрактора это я скоро построю я думаю создайте гарнизон полностью состоящий из юнитов казанжи в городе ведра а где это ведра а вот здесь то есть тут надо казанжи строить и что мне это даст сто двадцать прах а потом еще что-то окей колонизируйте регион фудоро это видимо вот этот но это для усмирения фракции а здесь обыщите руины храма героям класса пехоты четвертого уровня или выше а у меня какой герой а у меня стрелок не получится так в общем я дал город нет у него минорная фракция его захватила они я ну грей пришел слил всю армию от меня и собственно следующим ходом минут не там же еще защиты не было у города то есть она не успела восстановиться и они напали ход в ход я даже не мог подвести физически ничего тоже ты же понимаешь что я бы не уничтожал город я бы его себе забрал понятнел а минорники лишь они когда захватывают все хана ну то же самое и с этими скультистами так надо вообще жемчуг собирать с меня еще один город таким там там заберут ахите мир предлагал я тебе напомню нет был бы неинтересно попробовать все все эмоции слетярует и конечно намного интереснее кто 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 бог знать что будет все почему так что минотавры опять первые ходят да и сколько у них перемещение они все к тебе пришли скорость 4 надо отойти вот тут будем стоять так кто первый ходит вот этот первый странно блин чё не казанжи пошли блин неудачно я походил потому что я думал очень неудачно очень очень неудачно очень очень неудачно блин а потому что они начали на казанжи нападать а получается у меня юнитами другое были поставлены тогда я не потерял юниты я думаю они как они сюда пойдут на моих морпехов так здорово вроде отбились разграбление тоже закончилось но если хочешь против уж сейчас пройти к наборам командир же сердце экстрактор что у нас тут блин приходы еще до до винограда наконец-то настало лето следующий зимний эффект объем ледяного шельфа на империю плюс один немножко поправили до нейтрально стало и сейчас еще радость так городах чуть понятно а че-то не там снимала хп зимой лета фишка зимы был ну наверно блин еще кто-то грабит надо туда бежать я думаю то что у меня герои с духом армии неожиданно я не знаю но реально это чтобы этот район стал второго уровня по-моему терят нейтрал мне добьют в общем слушайте а всегда разве было что до четырьмя районами окружать они тремя нам это . сейчас думал что тремя не надо пускай строить быстрее что тут рост какой-то маленький трансперсон трансперсон в три раза больше очков чем второго места здорово да тут уже как бы чувака вообще какой-то бешеный старт с ресурсами еще и квест потом подкинула на 70 винохрана ну 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 по сути тот же самый старт так как мы близко при этом аллайли самая удачная фракция для того чтобы менять стартовый регион потому что быстро бегают да ну запросто сесть просто супер шикарно на три деревни так же как я мне просто под партилой оси на третий ход да у меня кстати во всех моих соседних регионах все регионы по одной деревне здорово да бывает такое ну только одна вот тут где две деревни где собственно поселился мастер этот дикий ходок проблема вначале было что не сразу со стартера кружила куча новых фракций я тут уже по два боя с нейтралами в ход игре и дальше по очкам проваливается это великая война началась кризис в стране монарх погиб еще поскорее от пачки так что будут давать этот шелк плюс 100 процентов от торговых путей угу х eran ала я и этот и тень вы там мир не открыли заключение я не открывалась нет к сожалению у нас с тобой не граничат вот если бы мы застроили один региончик было бы круто и зеленый капитан ты не открывал уж я хочу от фураду за колонизировать как раз между нами нет я не открыл да синему кидаем мир он все не принимаю а мне не приходило я наверно дрался ну вы третье надо построить казанжи тут хотят весь гарнизон из казанжи чтобы было по по квесту так организируйте фудура экстракт стратегических ресурсов создайте гарнизон полностью состоящий из юнитов казанжи а у тебя есть сейчас лёш вот войска надо вестрадан твоим в том регионе где мой город был я же не вижу этот регион полностью у тебя есть твои моих нет но у меня у меня способность они телепортируются из города в город то есть никто привезти я просто это я же вижу там куча армии бродит мне было интересно это все нейтралами это все нейтралы там очень много способность диких ходоков видеть в тумане войны просто показывать плящик что кто-то ходит не сказал отряду идти а он знаете вот прям на 0 25 скорости идет ну нет даже не так он он плывет на скорости 0 25 ну пинге кстати получше немножко стали нет даже мнение пинки по моему получше стали по идее в начале захода логичнее делать у меня был кстати 57 у меня не было автосейла я не столько тоже на был 54 50 это и последний 56 а я не знаю какие у меня были получше то листами допинге получше у всех отряда нормально передвигаются так надо разбираться с этой армией могу модернизировать эти запущен наверное на науку ресурс и модернизирую морпеха будем с этой армией разбираться которые мне тут гадит знаете автоматически и думаю что они кого-то тут убьют но туда справедливо да я всех мочканул морпехи прокачались через три хода план империи я буду на развитие брать смоделируем 90 надо 90 я наберу 90 что еще можно принять плюс две науки на район это мне не хватит сокращение стоимости видимость но вот стоимость июня я бы еще 120 набрал значит три хода на на 120 очков то есть мне не хватает 50 внутри хода будет 33 станет 109 11 надо чуть-чуть подкинуть 15 до тех хватит интересно сколько стоит грея мы все еще мир не можем заключить сколько стоит колониста купить 710 пока поставлю уже написано если на счет навести там написано типа перемирия пока не поменяется нам другую статус еще он придется армия даем ее как с ними всеми садь надо еще армию поднастроить я возьму 20 процентов к юнитам и тем более минута казан джи сделать тут этот гарнизон из казан джи полностью очередной квест но это общий квест неблагоприятное окисление обыскать и за это салил джутим корту быть не единиц от дома не начался сделать пусть они благоприятное окисление что делает плюс 50 процентов по стоимости стратегического ресурса то есть мы теперь меньше стратегических ресурсов добываем постройки требует больше шмотки только кстати мой отряд опять передвигается медленно ну да постройки не требует как не станет так дальше что мы будем открывать ребята у меня опять то же самое все отряды я не знаю как это пофиксить это надо наверно опять тогда загружаться и еще несколькими подамерами тут играть то осталось давай походу кончать говорится на бронжи весело сольем экономически трансперс выносишь страна как какого я пишу я могу ходить все красный пошел с фиолетового захвата как он может фиолетовый захватить если фиолетовый за мной вообще находится начал на меня захватить не знаю там мечи у обоих весе видимо они не друг с другом движет 2 написано три битвы уходи красный красный на меня нападает ну в общем мы да у него два сильных отряда он один город в осаду кинул но и соответственно на остальные не идут а ты меня не запросить помощь тут очень ладно вот тебе гадыще сделал дофига юнитов пускай демонов строить атака 111 оборона 82 рон 111 надо в армию видимо и обзорить 1230 речь на рух надо круто так кручим ходом опять они осаждают каждый ход осада а ну и вообще слабенький этих можно и так вынести вот этих ребят будет сложно вижу красных драконов гербе кот мы территории уже сколько там юнит убили демона так этих я убрал этих я убрал вино действие бонуса закончилось но скоро можно будет включить пока я включу еще шалкотравы о красный в мою сторону селить это где да да уж оба вот меня окружает демон строится сделаем сразу следующего делом скажи ленировка района будет зелез трактор весь она зеленой территории не конец хода так сейчас я выполню стратегических ресурсов квест ведру когда мантии хочу территорию колонизировать зачем это же моя территория я же какая твоя ра воде которая так сейчас слишком много нападений я же сказал которые между мной и синим я же почему предлагал а все больно я пропустил этот момент ра воде я что-то очень большие сомнения что ты сможешь в ближайшее время колонизировать как и я судя по тому сколько там народу тусит ну сейчас уже поменьше всего 4 армии остался по-божески по-божески был был 6 как лучше бы я не сходил шпиону красным не смотря на эту статистику че сколько у него науки в ход я рассказываю и бабла тоже много очень очень много ребят эта игра просто издевательство этот красный просто уже троллит меня не захватывает просто все грабит и он уже все ограбил все что можно что будет дальше я не представляю что тут никак не победить его это просто жесть о еще потеряно я упакую стопки красный че за тролло это не стесняйся захватывать я как бы бой попробую дать и все таки не верно расстроил но заявляйтесь не просто снеси зачем-то не нужно хочу просто покусали игре оставить тысяч человек он робот на 1100 отгоняет здоровый естественно что бы учиться причем интересный факт я занимаю по очкам второе место но ведь я занимаю по очкам капитан второе место и третье а стоп я перепутал цвета ну окей третий тоже неплохо призовые правда сейчас если он все таки решит меня захватить я сразу упаду давай красный не стесняйся это уже слишком сколько ходов ты играть остался чего мы сидим минус один а ты скажи сколько у него науки и ну точнее да скажи сколько у него экономический я могу сказать у меня шпион то у него есть короче слушайте внимательно у красного экономический 25 процентов дипломатический 23 процента а стоп у меня наукой здесь не отображается ну 45 процентов нормас а наукой же ее еще нету ну короче очень весело давай грей заключаем мир кайкакеры кайкакеры какой я дебил блин я поставил авто блин это не поставил опять избивает да но и нет я напал а стоп вот тоже авто просто а я убил его отряд но правда ценой почти всего своего но я чувствую что я делал маленькую победу на пути к большой ребята все давайте вдохновимся и победим этого красного узурбатора ты его победил я победил один отрядик ну там еще есть ну там еще есть я просто поймал сейчас момент он отдельно стоял от остальных и соответственно они не в подкрепе не были но я думаю ему не проблемам привести еще один кик поэтому это чисто было в столах ну то что игра ему отдала на великий подвиг на плюс сто процентов ну там в общем за 100 удовольствие да именно это решила да не то что а теперь посмотрим сколько вообще сделал подвиг у него этих чудес и вот этих на науку и деньги соглашение как он еще не получил конфеты с такими достижениями да все красный это все из-за меня я мешаю нет так но престижно ну давай ты одно соглашение мне а я тебе другую если там ты на науку кинешь а я кину на торговую хочешь сказать сто процентов это мало да бабла в городе постройка самое интересное у меня экономическая победа только пять процентов там вообще ну конкретно юзай от особенностей играть так он там это себе в столицу поставил некрофагрин героя а я слышал что там фишка с производством можно обузить очень жестко ээээ ну я же не культист ну я не знаю как там это все работает но ты красавчик безусловно в этой игре ты прям про профессиональный читер вот уже признание в любви начались я знал тем кто не играл два года я всех люблю атакс лишь пар через два года так а окей где забираться я последний раз играл только в прошлой зимой 5 кто-то осаждает вот они утомительные все классно еще когда крест у тебя на территории 5 5 красно 3 5 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 6 6 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 9 10 9 9 12 15 3 14 в риге прикольно неплохо неплохо и у которого если у каждого свои цели в игре правда победа это не приносит ну да да отыгрываем роль я тот который полностью алтарь открываю а вот мне интересно ты вообще можем быть вот исходя из того что ты там давно не играл или вообще не играл ты в курсе что существует в игре наука и надо вкачивать там подожди на руках я играл там в общем слева сверху такая колбочка нарисована 3 а я знаю заходишь и выбираешь там исследование почему я спрашиваю короче у меня давно потому что именно в твой город никого я забыл и я могу воровать технологии с 1 по 5 эру и там всю игру висят только 1 и 2 эры чуть-чуть совсем будто бы ты вообще ничего не изучал да представь себе я знаю что есть такая колбочка ну блин где твои тебе рассказать сколько у меня того до 60 очков заход но мне это ничего не говорит ну что мне вообще науки нету а ну да он же забыть забытых фишка такая что вот в чем проблема это еще рассказать одну историю видишь она слева тебя регион джоул да там стоял мой город когда-то потому что он пришли 6 армии малых фракций его не стал вот я не один такой оказывается отчет этого я просто тяжелый тиры каутируя даже сейчас аутируя тиры думаю когда краза не здорово открывается у меня эти чищи это при том что у меня все его научные здания построен так демон на меня напал можно автоматом его ребят можно мне выйти я не участвую в жизни того что происходит на карте у меня и нет вообще не двигаются что-то мы как-то пропустили этот момент да нет я об этом сообщал пару раз тут еще осуждать зимой синий теряем мира да да ко мне прибежали фракция малая фракция которую я не видел такие осаждаем 10 человек это лёша называется поставил агрессивный еще и сложный малый ну да все правильно а так и я бы это взял до странная армия двигался лёша ногам то троих уже приняли малые фракции игроки собрались сейчас мы я хочу то у меня и с ними проблем нету мод потому что я усмирил конечно все вокруг себе не без этого не точно не ну в сторону грея ничего не усмотни усмиря ну зато ты ко мне так легко не пройдешь ну я к тебе тоже ты не пройдешь я понял трансперсонал ты тоже меня любишь и просто не хочешь чтобы я уходил именно поэтому ты не знаешь трансперсонал по ходу есть миссия построить 100000 армии помогите пожалуй 100 чем занимаются другие ну все еще нападу на него значит а сколько квестов нужно сделать чтобы победить я не знаю я лишь знаю что транспер какой-то дикий парень конечно это факт опа капитан ливнул что за дела сломался бедненький уже все устали наверно устали проигрывать так тут терроризирование территории моих он все обокрал и еще и глумится молча он там смеется с выключенным микрофоном он тип я понял я понял его задумку я у него поворовал чуть-чуть и он решил все украсть меня все поняли трансперт что ты тут главный ты можешь закончить так может мы это просто признаем победу человека да пойдем да давайте признаем победу киры и левая у меня отошла зарядка у меня отошло сердечко я уже не могу он 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 снова продолжает он 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 я уже все у меня поехал а я сейчас ему короче население там атаковал уже слушай они втроем подходили осуждали мой город а потом когда поосуждают его несколько ходов захватывали его само смешно это же разных фракций армии а еще особенно когда у них красные флаги вот они тогда вообще особенно еще и говорю у меня две разных фракции армия атаковал по очереди то есть я даже не успел перезаходить я ставлю автомат друг у меня один остался и нет ну считай ты проиграл еще раз нападу и все я думаю тебе не стоит просто автомат ставить и ты мог что нибудь сделать да мне не нравится если честно то как реализованы драчки мне короче эта фракция дала квас низкий город красного ок слушай ну неплохой квас он в принципе легко реализуется единственное я боюсь не особо легко потому что там армии из восьми бемьер не бувляет у нас был оккультистов блять а вот я мотался между торговцем и забытым видимо торговец должен я просто за лайф уже не помню как торговец а лайф такие специфичные я вот помню как за культистов играть за маргоров почему маргоров забанились одни ну они действительно очень сильные но судя по карте мария сад не особо крутые ну тут что мы будем зависеть от карты просто маргоры могут очень серьезно поднимать все ресурсы на карте да 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 красный а чё это за город я не знаю да я же хорь назад объяснил что он там делает а чё у синего еще город сняли еще два города сняли он же не в игре по-моему а можно у голубого снять красный пожалуйста я уже сам на тебя нападаю вот не так ребята так чё тогда нету смысл да это беспредел посмотри на очки это просто нигляж еще несколько хатов назад сказал что давайте если кто-то если есть кто считает что тут можно как-то остановить красным сколько у него очков ноутбук давайте четыре хода, если я выберу за четыре хода, я победил если я не выберу за четыре хода, вы победили значит выиграл Кира типа мы победили, что это за приказ? давайте я его на один квест обгоняю намек, что у нас по мне задолбало я последние ходы просто тут вообще ничего не могу потому что красный оккупировал меня полностью и располяешься вообще синий, вылетел, вернулся нет, все-таки вот чем мне нравится амплитюды насколько они разнообразно делают фракции тут и отличия и в бонусах совершенно разный стиль игры и в прорисовке городов, тех же самых смотришь на городохранители которые построены из обломков космического корабля и в это как бы веришь то есть ты сразу видно, что это обломки космического корабля в той цветове тут фракции соседи похожи друг на друга ну и в шестерке там не так они там центре императов только в основном там говорили, что у нас будет еще и юниты совершенно разные но это это заметно только если очень близко подвинуть и прям ты будешь их так рассматривать ну да так как когда убрали экран города и приближать просто карта, чтобы рассмотреть город о, кто-то императорский трон угнал прямо транспорта, видимо он ему не нужен был забавно транспорта меня оккупировал и в итоге все доходит до того, что мои города уничтожаются ггшками просто он издевает неужели тебе транспорта не нужны лишние там три региона они же будут да ты вообще это самое главное оскорбление вот у меня в городе 22 человек ну блин, ты можешь как бы, я не знаю снести что ли вот просто поставить жирную точку в нашем противостоянии ты ведь даже можешь это осаду не держать ты можешь сразу напасть и все равно выиграешь и в этот момент ты начинаешь грабить меня дальше обменялись картами, теперь я знаю где синие оранжевые конечно вот культист ему хорошо бы рядом с другими наверно, а он далеко ну а дайте кланить карту кто увидит там весь мир я давай вот точно оказывается при мире можно картами обмениться короче, давайте обменивайтесь с Греем а я с Греем обменяюсь после тех не, что там Грея не синий много открыт потому что я еще не успел поменяться а синий мысль поменится сейчас все будет все в процессе но синего у меня мир кончился что ли так что там это четыре хода говорил красный, то есть еще три где-то два а не подъедите, здесь же мир не кончается иначе бот скинул мир что ли а мы еще на нужной карте обращайтесь правда я не ту кнопку нажал но это не важно уж там это все разгорали просто весь континент теперь вижу так а где у меня там был квест на колонизируйте руины храма создайте гарнизон странно а вот это я сделал получил ледяной скипетр и зимнее убежище победил монстр так этот я квест на экстракторы сделал что там доиграть то я просто не вижу здесь вариантов тогда победы ну за два хода очевидно три там четыре неважно нет вариантов победы других людей есть такой минус по бабу что посади всех жителей горы но выработку бабла все равно минус давай биться у меня тут даже есть шансы на победу я смотрю у а о красный наконец-таки решил добить короче фишка в чем почему я тебя не добивал у героев торгашей у них есть перк который позволяет торговать с тем кто с тобой не в союзе я это все время с тобой торговал сейчас я взял себе лосаду у меня вместо 41 тысячи 32 то есть я такой молодец то есть ты мне сейчас бы поставлял сколько почти 10 тысяч в ход у тебя в ход 42 тысячи денег то есть ты захватишь мой город и будешь соответственно его иметь в своем распоряжении будет так же много золота я не уверен еще давай попробуем давай я автомат ставлю подождите у транс персонала 41 тысячи золота в ход сейчас 40 он на разгромил меня я ни одного не убил ооо ну все столицы нету че следующий ход меня объявляют банкротом так все без столицы можно выходить говорят тебя освободили от игры из этих это анального рабства кстати по моему в этой игре столица не так важна ну по идее сейчас игра скажет на следующем ходу что все у меня столицу снес какой-то игрок и но это хреново вообще ничего не происходит ладно давайте завязывать потому что действительно то есть просто чисто прощелкивание ходов получается просто транс персонал расскажи как ты такой же почему у всех максимум 400 очков у тебя 2400 что там такое делал сейчас как бы рассказать в общем суть игры такова человек который строит чудо у того преимущественно будущее обычно чудо строит тот у кого уже все хорошо и того он получает еще больше буст собственно если у человека ну у игрока уже есть два чудо то у него значимый перевес он нужно почти сразу убивать как можно быстрее вот редко достаточно получаются игры когда ну интересно такой баланс когда допустим у одного игрока одно чудо и другое это действительно интересные игры потому что там противостояние крутого у дракона в преимуществе постройки чудес потому что они могут в план империи брать с первой на первой десятке ходов снижение стоимости строительства на 33 процента собственно копишь 30 престижа просто берешь проценты не знаю но и собственно ты практически все чудеса и забрал тут какие были скажем так который захотел нет я в себя взял хотел все тут самое главное отчетно промышленный магнат прагматичный ученый музей магнат одни из самых крутых ну ученый такое себе среднее иногда строить слишком много дорого стоит обычно это так то есть надо было хоть кому-то еще в эти чудеса бежать и что-то делать я пытался промышленный магнат построить но у меня например территория просто непроизводственная все все мои районы все мои области которые я занял они непроизводственные мне как-то спешить в это дело смысла не было вообще у меня теоретически мог построить но у меня вообще ноль был галят по стеклосталь в принципе я использую достаточно много интересных механик и дрогов попутно они если что есть в руководствах но правда на английском не языке на английско-французском а француз GJFR писал механика в чем допустим ну невыгодно в начальных городах строить здания то есть сейчас извини пожалуйста алаи алаи и нео заканчивайте ходы так сейчас и кто еще ну а пока хочу туда юниток к его городу и посадить шпион наконец-то у него город на краю локация стоит рассказывая механики допустим первый вариант я по-моему уже рассказывал даже Лёш тебе однажды в одну из игр город производит в первой эре больше чем любое здание из первой эры собственно колонист стоят в два раза больше чем любое здание и он не производит больше собственно выгоднее построить колониста чем допустим научные здания там не знаю здания на деньги колониста и садишь куда-нибудь на науку и на прах не на производство а перед планом империи ты можешь их распылить эти города просто наказproduction Ну, потому что в них ничего нет, и, собственно, он потратится на план. И сразу после плана посадить обратно. Ну, это вот первая механика. Подожди, так это что, все могут так делать, или только... Или ты про Дракен? Подожди, а как это распылить? Они что, опять колонистами становятся, потом ты обратно их сажаешь? Да. Да. Ну, в этом как бы и суть распыления. То, что тебе вместо города дают колониста. А в начале игры это можно использовать именно таким способом. Попутно ты пока, допустим, нашел хорошее место, куда бы сесть. Ты пока туда бежишь, ты можешь каждый ход садить город и распылять. Пробегать четыре клетки, садить, распылять, снова пробегать четыре клетки. То есть ты все это время получаешь бонусы. Ну, каждый ход бонуса производства с этого города. Даже несмотря на то, что в них ничего нет. Ходы заканчиваете. Это его гайды давно я учусь. Ну, в принципе, то, что он сейчас учил, так и есть. Но так как-то не очень интересно играть уже, не сейчас. Ну, тогда немного обувь механики. Это именно механическое, да, уже такое. Ну, это, на сожалению, видишь, в любой игре такое появляется, что вместо... Ну, то есть это начинается уже как игра в цифры, скорее, чем в ощущение, что ты на какой-то планете находишься. Ну, понимаешь, и в циве это начинается. То есть тут проблема, что разработчикам нету резона вот прям доводить стратегию до офигительного баланса, как делают это в любых этих мобах, где ориентировано на сетевые баталии. Вот когда появится первая пошаговая стратегия, ориентированная именно на сетевые игры, где разработчики будут получать деньги именно на сетевые игры. Только я не знаю, как материализовать, потому что, ну, продавать более крутые нации, это будет тупо. Это просто мало кто захочет в нее играть. Тогда они будут допиливать баланс до удобомаримого состояния, когда вот такого не будет происходить. Хотя, в принципе, и амплитюды, и фераксис как-то пытаются это доделывать. Дисбаланс тут же, он не столько в расах иногда, он иногда чисто в рандоме, действительно, как карта ляжет, условно говоря, как карта сгенерируется. Для тебя, допустим, рядом нет хороших регионов, а у меня рядом достаточно хороший регион. Ну, опять же, это должно, это влияет только в том случае, если вы играете дуэли. В ФФА же, по-моему, в этом и есть смысл, что у тебя более худшее место, и тебе надо договариваться с другими людьми. Иногда дисбаланс очень сильный происходит. То есть у меня, допустим, рядом три региона, в которых три деревни. Если бы, допустим, там были, ну, действительно, еще суперкрутые, типа урсов, хотя да, аргеши есть тоже очень крутые, и кварцев. Ну, то есть тут тоже без вариантов. Это одни из лучших бонусов в игре. Да, я согласен. В данном случае, да, действительно, это будет очень большой дисбаланс. Или ты там встречаешь... Ну да, вот правильно, у меня все регионы вокруг с одной деревни, у тебя три. Ты ставишь города, выполняешь квест, еще может же квест быть довольно простой. Какой-нибудь дать, там, сто монет. Да, да, один был такой, другой посадите город и продержите пять ходов на престиж. У тебя мгновенно четыре жителя, считая, город сразу на четыре жителя, куча, там, производства и вперед. Тут я согласен. Но опять же, это все можно сбалансировать. Это всего лишь скрипт генерации карты, в котором ты можешь так сбалансировать, что у каждого игрока будет какая-нибудь там зона рядом с тремя... Ну вот, просто для примера, тот же Норсгард. Это не пошаговая стратегия, но по ощущениям она довольно такая пошаговая, потому что там те же тайлы есть. И там всегда генерируется, что у тебя рядом будет две свободные области в любом случае. У определенных кланов, там, у клана Медведя, у тебя будет обязательно область рядом с озером. У клана Волка будет рядом, собственно, клан, эти области с волками, чтобы он на нем еду фармил. Там тоже есть определенный такой легкий дисбаланс, но он очень редко влияет. Единственное, я могу сказать, это на клан Ворона может повлиять, что у клана Ворона будет мало мест, где поставить гавань, и, соответственно, он не сможет использовать свою способность для нападения. Спасибо, что засорили до конца, я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.